Написать письмо неизвестному солдату и выразить слова поддержки – посыл мероприятия, организованного обществом «Серебряный волонтёр» при содействии членов партии «Единая Россия». Мы должны это делать. Пока наши ребята там, мы должны писать письма. Маленькие, коротенькие слова поддержки. Сказать, что мы их любим, что мы их ждём, что они вернутся. Душевность и сопереживание – те черты, которые во все времена отличали русский народ. Умение откликнуться на призыв, поддержать в трудную минуту и оказать помощь – сейчас очень ценные качества. Зачастую моральная поддержка – именно то, что заставляет двигаться вперёд. Главное для солдата – это когда его ждут. Когда его ждут дома, ему есть куда вернуться. И вот как правильно сказали коллеги, когда солдат об этом знает, когда он это чувствует, то, что тыл прикрыт, то, что дома ждут, то, что дома помогают и переживают, он гораздо лучше переживает все тяготы и лишения, связанные с воинской службой. В мероприятии «Письмо солдату» приняли участие разные поколения одинцовцев в возрасте от 14 до 90 лет. Среди них – общественники и представители различных организаций и объединений. «Сребряные волонтёры», «Активное долголетие», «Дети войны», «Содружество офицеров», «Молодая гвардия». Недавно показывали по телевидению, как ребята читают письма и плачут, и передают друг другу эти ценные для них бумаги. И очень многие люди захотели им писать и снова и снова, чтобы поддержать. Мы молимся за них. Это очень трогательно. И мы очень надеемся, что наши ребята выдержат и духом, и силой, и своим желанием защитить наше Отечество. В ходе мероприятия было написано 48 писем. Все они вместе с гуманитарной помощью будут отправлены на линию фронта, туда, где их очень ждут. За неимением других средств связи с родными и близкими, наши защитники получают весточки и нередко передают обратную связь. Ребята читают, а когда видят еще детские рисунки, в палатке к ним заходишь, у них висят у всех на открывателе. Письмо солдату – не единичная акция. Написать слова поддержки может любой желающий. Важно помнить, что есть люди, которым это жизненно необходимо. Эту акцию организовывали сторонники партии «Единой России» Надежда Борисовна Дмитриева. Они будут продолжаться. Конечно, мы будем работать и поддерживать наших ребят и солдат. И принять участие могут все желающие жители Одинцовского городского округа. Еженедельно наши серебряные волонтуры будут дежурить в Доме офицеров в четверг с 10 до 5. И можно будет подойти жителям нашего города, прийти, принести письма. Гуляющим мамочкам с детками можно будет зайти. Детки могут нарисовать картинку нашему герою, а маму написать письмо. Все будет для этого приготовлено, и мы будем ждать их, конечно. Елена Краева, Алексей Куренков, телекомпания Одинцова.